Всем привет, меня зовут Богатейший Ди. Сегодня я очень доволен, потому что я получил крупную сумму денег, которую потрачу на криптовалюту. Об этом, кстати, тоже видео будет буквально на этой неделе, если я, конечно, вдохновлюсь на его создание. А перед тем, как начать, ничего не рекомендую, потому что рекламы на этом канале нет, хотя многие её хотят заказать. Ну да ладно, давай интро. Сегодня видео будет немного отличаться от того, что было раньше. Раньше мы изучали новости, расследовали заговоры, всё это и мне, и вам нравилось. Но сегодня я хочу вместе с вами приготовиться к следующему бычьему рынку. Что же я имею в виду? Возможно, вы знаете, ребята, что 90% своего портфеля я держу в биткоине. Да, это нарушает правила диверсификации, но так уж сложилось, причём незаметно для меня. Все мы прекрасно понимаем, что следующий бычий рынок принесёт больше профита держателям некоторых альткоинов, но не биткоина. В качестве примера возьмём тот же Ripple, но не в паре с долларом, а в паре с биткоином. Видите эти две горы? Два пампа именно по отношению к биткоину. Это как раз то, о чём я веду речь. Альткоин вырос по отношению к биткоину, биток вырос по отношению к доллару, и мы получили ещё больше прибыли, чем если бы сидели просто в биткоине. Конечно, и биткоин на бычьем рынке принесёт неплохие проценты, но многие альткоины покажут куда лучше результат. Поэтому я хочу диверсифицироваться. Что это за слово такое? Язык в трёх местах сломать можно. Моя цель не перевести большую часть биткоина в альткоины, но уменьшить его долю в портфеле. Поэтому пишите в комментариях, какой ваш любимый альткоин, на который мне стоит обратить внимание. Просто оставляйте название токена или монеты в комментариях. Возможно, с каким-либо описанием, какая цель у разработчиков этой монеты, какую проблему они хотят решить. Чем больше, тем лучше. Хоть тысячу комментариев напишите, я всё прочту. Хотя потрачу на это очень много времени. Но оно того стоит. Чтобы немного упростить вам задачу, сразу скажу, какие монеты и токены есть у меня в портфеле. Раскрывать количество монет и их долларовый эквивалент я не буду, потому что мне ещё хочется жить, знаете ли. Немного чёрного юмора. Сами понимаете. Итак, большую часть портфеля у меня занимает биткоин. Альткоины, в которых я сижу, это эфириум, рипл, не надо кидать меня ко мне, иос, йота, бинанскоин, энкэш, вичейн, зэткэш и манера. Что докупить? Пишите в комментариях. Я до сих пор являюсь вроде фанатом платформ для смарт-контрактов. Хотя у них всё ещё есть серьёзные проблемы. Я не уверен, что в будущем есть место для большинства из них. Я считаю, что выживут и вырастут только несколько. Максимум три криптовалюты. И, возможно, среди них будет Иос. Хотя Даниэль Лаример не внушает мне доверия. Учитывая то, что он уже был замечен в скам-проектах. Что касается рипла, для банков этот актив номер один, поэтому я его и держу. Йота мне нравится не сколько своим видением будущего интернета вещей, сколько альтернативой блокчейну, что носит название Tangle. Мне эта технология нравится больше, чем просто блокчейн. Зэткэш и манера — это приватные коины, то есть анонимные. За этим, по моему мнению, тоже есть будущее, потому что... Ну, потому что это круче офшора. Если бы я был олигархом, я бы над этим задумался. В любом случае, ребята, я не утверждаю, что все эти проекты вырастут и дадут иксы. Возможно, по вашему мнению, стоит наращивать лонг-позиции по биткоину. Или вообще дождаться форка биткоин-кэша и шортить его. Пишите о своих торговых идеях в комментариях. В общем-то, у меня есть три варианта, как подготовиться к новому бычьему забегу. Первый. Диверси... Диверси... Ну, господи, за что такие слова? Диверсифицировать свой портфель путем перекачивания небольшой части биткоина в альткоины. Второй. Наращивать длинную позицию по биткоину и шортить биткоин-кэш. И третий вариант, о котором я ранее вообще не говорил никогда. Я думаю сделать на эту тему более подробное видео чуть позже. Хотя, наверное, оно мало кому понравится вообще. На этой площадке я хочу купить опционы на биткоины. Я думаю, это будет как минимум интересный эксперимент. И этот эксперимент стоит того, чтобы находиться в моем портфельчике. Что ж, ребята, что вы по этому поводу думаете? Пишите в комментариях, теперь дело за вами. Мне реально очень интересно, какие будут комментарии. Давайте пишите. А меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте, заглядывайте группу ВК, Телеграм, пользуйтесь нашим мониторингом обменников Exchange Sumo. И скоро увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»